очень много споров плане того что показывать вот личность профессионально когда я начинала страничку инстаграма у меня была личная страница потом я поняла что не могу показывать личные и потом профессиональные тем более что например у меня на личной странице очень много людей говорящих на английском языке поскольку я живу в канаде уже много 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 лет и поэтому дал почти все мои друзья у нас общий язык общение это английский и получилось что как бы если я буду публиковать медицинские тексты не поймут те люди которые нужны эти тексты и я решила создать официальную страницу кстати людям европе повезло намного раньше том плане что инстаграм позволит создавать страницы для одного номера телефона как бы дополнительно что не позволялось канаде ша например я долго ждала наконец все таки мой муж отдал мне свой номер телефона чтобы я создала профессиональную страницу можете себе такое представить вот но к сожалению были ограничения тем не менее мы старались обойти эти ограничения но сейчас я смотрю как за последние вот эти даже четыре года пять лет поменялось направление то есть современные люди хотят видеть не просто профессионалы белых халатах они хотят видеть человека личность как он думает как он мыслит на его чувства его эмоции и поэтому это важно но опять же нужно не переборщить не выплескивать негативно публику не рассказывать какие-то душераздирающие истории хотя многие блогеры этим занимаются опять же нужно понимать свой публик о чем мы поговорим и новые требования на самом деле в социальных сетях в том числе инстаграме это отсутствие вообще каких-то требований то есть каждый человек индивидуально и были вот например споры что многие врачи в том числе англоязычные молодые врачи показывает там свое тело в купальниках там мужчины показывать свои бицепсы насколько это нормально а сколько это хорошо если это врачебно например блок скажем старое поколение наверняка бы сразу стал нет 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 все должны быть строгие белых халатах новое поколение будет нет это вполне нормально почему человек имеет право показывать то что он считает но нужным и на самом деле для каждого блогера будет своя аудитория поэтому нет этом ничего плохого и конечно выбор всегда за вами но учтите что популярность имеет свои плюсы и минусы это тоже нужно учитывать пытает поэтому зависит от того а какой аудитории вы ожидаете чтобы аудитория которая понимает вас или аудитория которая просто пришла посмаковать похалявничать и говорится еще полить вас грязи то есть будьте осторожны потому что очень важно как раз качество качество и качество всегда имеет положительную сторону всегда а вот количество не всегда поэтому нужно это учитывать